день добрый друзья мои вас приветствует колобок шахерезадович глава семьи колобков за последние два года мы обколесили с моей семьей на автомобиле 17 европейских стран в поисках европейского рая рая пока не нашли поэтому мы катимся дальше мы настроены решительно его найти мы вычислим его месторасположение и сообщим вам друзья мои если конечно же найдем но мне кажется он существует просто он спрятан где-то далеко либо глубоко поэтому колобки ведут следствие друзья мои сегодня у нас очень серьезная тема касаемо здоровья все мы уже не молоды как вы понимаете зрители мы на моем канале тоже не особо молодые поэтому друзья мои посмеялись мы вчера и хватит давайте теперь о серьезном теперь мы поговорим о здоровье об онкологии я скажу мое отношение к медицине знаете я привык доверять исключительно только рассчитывать на свои силы врачи это конечно хорошо но очень часто они следуют не тем канонам и современная медицина к сожалению очень часто помогают и лекарства все но иногда все бывает диаметрально противоположно и все так все сложно и запутано друзья поэтому если у меня уже там случается со мной какая-то неприятность там да ну всякое бывает там желчный колено хрустнуло там поясница заскрипела ну то я углубляюсь я углубляюсь я как говорится начинаю вести следствие изучаю что это там за такой этот орган желчный там например да какие его функциональные особенности какие что на него положительно влиять что негативно как ему помочь ну как ну друзья мои ну никто вам не поможет если вы сами себе не поможете если вы знаете свои болячки уделите будьте любезны время не смотрите те сериалы не смотрите эту политику уделите время своей болячки разберитесь уделите месяц два три вам с ней жить разберитесь с ней и станьте в ней экспертом вы лечитесь сами и помогите другим поэтому никто вам не поможет не надо надеяться что вы пришли, таблетку выпили свечку поставили себе с прополисом и все нет, друзья мои я повторюсь, рассчитывайте на свои силы и есть много полезной информации в том же интернете есть много ненужной поэтому все сложно друзья, я рассказал как я поступаю в таких случаях, поэтому сегодня мы проговорим про в целом здоровье, мы поговорим друзья мои сегодня, почему есть такие страны, где практически нет онкологии, а есть такие страны как например Германия или другие какие-то, где ее просто немерено почему так, какие причины мы попытаемся доковыряться до сути сегодня у нас, друзья, в гостях наша великолепная Виктория Виктория уделила очень много часов мне времени, мы сделали интервью о Колумбии дай бог завтра я его раз потом мы сделали интервью о двойном гражданстве Германии, вот этих всех андеграундных нюансов, друзья мне уже некоторые пишут, что не надо это публиковать, но эта информация она не должна выливаться, за это канал и удаляют, вот просто без предупреждения поэтому, друзья, я не уверен, что я его опубликую, оно уже смонтировано оно уже готово, все, классно но я не уверен, друзья мои я подумаю, посовещаюсь, объявились в моей жизни ребята, которые помогают мне с Ютубом Олег, привет большое, спасибо с Кривого Рога помогают, объясняют мне, что потому что, ну, не хотелось бы потерять вас, мои друзья так вот, и сегодня мы поговорим да, о таких странах, почему где-то много онкологии, почему где-то мало какие продукты влияют и реально, вот я расскажу свой пример как человек вылечился от рака, серьезного Виктория расскажет свой пример поэтому, друзья мои я не знаю, просто хотелось с вами поделиться информацией это раз хотелось сделать маленькую вставочку относительно Игоря да, друзья, это новый формат я, вы знаете, я не хотел отвечать всем этим мужчинам, которым нужна женщина их очень много и вы говорите а многие, ну, опять же, 500 комментариев вот, неполные сутки прошло 500 комментариев ну, из них все положительные много кто смеялся человек 70, ну, просто уверены что Игорь отличный мужчина прекрасный, светлый, открытый человек советского образца и они уверены, что он найдет себе нормальную половину да, и я, друзья, в этом уверен мир не без добрых людей ну, мы посмотрим это эксперимент некоторые, было там комментариев 30 плохих Руслан, я разочаровался тебе не нужно смеяться только политика меня интересует исключительно политика давай только мы подписались на тебя ну, друзья, не хмурьте лоб ну, избавьтесь от морщин борозда становится все глубже ну, прекратите иногда надо и позитив почему это видео было таким смешным друзья, мы с Игорем, как говорится на берегу договорились конечно, мы могли бы взять обычное интервью ну, и поговорить что все печально печально со здоровьем печально с домом дом рушится обстрелы сирены ну, это именно вы же понимаете жизнь боль как говорится наша жизнь это боль поэтому, ну, зачем зачем так ну, мы приняли решение что, да, это будет в веселой форме ну, я смотрю людям понравилось друзья мои а по поводу того материальных каких-то друзья моих качеств мужчин материальных качеств женщин вы знаете вы не смотрите на скромную одежду Игоря и не смотрите на тот ковер вы знаете сколько стоит тот ковер тот ковер стоит 300 тысяч евро не хотите такое не смотрели ли вы в ютубе цены на эти персидские ковры это ковер царя Дарья Третьего знаете кто такой или вы опять мне скажете что Дарья Третьего не было как и Александра Пятого были, друзья мои были но история переписана и вы ничего не знаете об Александре Пятом как и об этом ковре как и о Дарье Третьем да все знают о Первом но о Третьем не знает потому что он был намного великим он покорил весь мир но историю переписали и от нас это скрыли ну да ладно и по поводу друзья про финансовую часть что некоторые говорят простой мужчина ищет богатую невесту а с чего вы взяли что он простой вы меня друзья мои недооцениваете я вам вчера скажу так мне после этого интервью написало еще больше мужчин и некоторые прямо открылись открыли свои карты что вот тоже мужчина с Украины живет в Калифорнии что он там 32 года живет он там достиг ну он реально долларовый миллионер он там начал показывать какие у него объекты недвижимости выписки из счетов ну все деньгами именно там во первых Калифорния довольно таки комфортная солнечная пальма ну жизнь веселая ну светлая не то что там где-то в Антарктиде это раз а во вторых когда ты с бабками вы же поймите там еще легче жить и комфортнее веселее но что что случилось с этим мужчинам он крайне несчастен несмотря на эту Калифорнию на эти пальмы на это солнце на эти деньги дома машины на эти нули в банковском счете он несчастен у него нету женщины ему уже 40 с чем-то лет он не манхунул вы же понимаете люди взрослеют умнеют они хотят понимают я это понял в 30 с копейками что машины мотоциклы золото это все пыль дети наше главное ну дети это будущее это ну это блин ну это просто я потом расскажу еще свои мысли по поводу детей не время сейчас так вот друзья мои что я хочу вам сказать я посоветовал этому мужчине сделать одну простую вещь когда мы будем снимать о нем видео никто не должен знать что он состоятельный мужчина и мы специально оденем его в бедную одежду посадим на порте в какого-то старого старого ковра и сделаем интервью потому что очень много меркантильных женщин нам это не устраивает нам нужны только добрые хорошие честные женщины их мало в нашем мире но на этом канале их много вот в чем диссонанс друзья поэтому не судите по обертке скажу я вам так и пожелаю вам приятного просмотра друзья мои начинаем у нас хозяйки так не стирают белегов они стирают они ткут у них сказки останки свои они ткут они обувь делают кожаную интересно а шаманы там есть у них? есть между прочим есть шаманы которые лечат рак на любой стадии вот да между прочим реально лечат не миф? нет 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 лечат именно натуральными вещами шаман это целитель это фитотерапевт если так перевести с испанского тут у них столько у них язык свекрови есть да которые лечат тоже рак лечат растение такое гуанавана фрукт кушает сок и рак тоже на любой стадии уходит из организма начищает клетку еще восстанавливает мембрану клетки вот очень много таких случаев я знаю уже конкретно я на себе даже попробовала очень классно интересно а местные болеют раком вообще? работают есть эта зараза там много ее? нет 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 вообще я не слышала нет не болеют то что творится в Европе здесь нет как врачи говорят ваши европейцы приезжают с раком почему-то местные не болеют раком слушай вот я вот честно говоря только что пришел мне вопрос чистая земля чистое питание они не болеют раком а интересно в какой стране в мире ты не знаешь больше всего болеют в Германии болеют серьезно? больше всего как грипп это из-за промышленности вот этой всей? еда вода химоза вот это химоза да ты шо ты шо это же первая страна по химии охренеть они еду и все это пластики везде это не то слово яд везде везде яд везде имитация вкуса потом в Германии нет натуральной молочной еды она вся из нефтепродуктов серьезно? йогурты? йогурты да да это все из нефтепродуктов нефтепродуктов то что нам говорят пальмовое масло да на самом деле не пальмовое масло это называют они его пальмовым маслом а это пальмовое масло которое делается на нефтеперерабатывающих фабриках и закупают контейнерами они вот в этих вот в этих странах закупают на нефтеперерабатывающих делают Он такой жир, прямо, знаешь, белого цвета и напоминает молоко. Молочный вкус не имеет. Но это именно с нефтепродуктов, как и маргарины с нефтепродуктов. И всё это вообще с нефти делается. Искусственная икра тоже делается с нефти, много икры, и мясо искусственное. Искусственное, вот в эдеке искусственное, в эдеке искусственного мяса много. Почти всё, почти всё. Наши где-то закупаются в русских магазинах. А если ты в этих суперах хочешь закупиться, эдеков, амилас, там идёт искусственное мясо. Что и замороженное, да, наверное? Да, 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 да. Ну, его искусственное, ненатуральное на самом деле. Оно тетрациклином даже пахнет. Да, ты его готовишь. И этот запах не перебить ничем. И вкус у него тоже рано. Поэтому люди болеют, понимаешь? И химия. Химия дышит, сверху химия зайдёт. И вода отравленная, считай. Как заливают эти поля и всё. И всё. Вот у меня, ребята, у меня был мужчина, который работал в лагере по приёму овощей. Вот со всех концов мира приходят овощи. Куда, куда? Большой склад такой. В Германии? Да. В Германии, да. И он это самое, и он рассказывал, и апельсины они принимают там с эти контейнерами, да, вот, которые кораблями. Вот они же сначала идут на общий склад, а потом уже их распределяют с этого общего склада по магазинам. Дальше. И они говорят, они такую обработку проходят, что мама не горю. Вот, конечно, весь больной, синий, так-то. Их бензолатами, всё, говорит, шеф апельсин брал, говорит, выжимал сок, и вот эта зажигалка поджигал, и этот сок горит к инфинению. Тише. Вот это, их бензином обрабатывают, прямо вот сбрасывают их в бензин, а потом они их обсушивают, и уже идут по магазинам. Ну да. И вот это, естественно, что люди, смотри, многие, почему здесь популярно веганство стало в Германии, там же веганы, еда для веганов, и всё с веганами. Потому что люди начали болеть, прослышали, что искусственное мясо, и никто не хочет его есть, да. Значит, веганство, ага, а правительство стало проталкивать веганство, но они же делают эти все, этот футер, эту всю еду, тоже с химическими вещами, там же тоже натурального нет. Тоже имитация вкуса вранная. Всё, обрабатывается всё конкретно. Откуда вот эти вот проблемы с кишечником, на глютен, на лактозу, такие вот проблемы идут у людей. От чего? Это потому, что лактоза – это пальмовое масло, это искусственное молоко, вот тебе и лактоза, непереносимость. А нормальное молоко ты из-под коровы пьёшь, всё нормальное, ничего тебе, никакой легии нет. Вот здесь немцы приезжают сюда и пьют нормальное молоко, едят йогурты нормальное, с лактозой. И никакой легии у них нет. Глютена непереносимость, тоже девочка была немка у нас. Вот я без глютена, ела всё, ела вот эти лепёшки их, муки, то есть она муку вообще есть не может. А тут всё она лопала, и никаких у неё высыпаний не было, не пучила, не дрючила, даже вес потеряла. Ела много, они ели и ночью ели. Ели, они не могли накушаться, не могли напиться. Вода вкуснейшая, они с этой водой носят. Я говорю, пейте соки, нет, вот такая вкусная вода, не-не-не, в Германии такой нет. Мы такую воду там пить не будем, но они носили с этой водой, она сладкая вода, мягкая, вкусная, холодная так вообще, как еда. Поэтому здесь люди не болеют, да. А там болеют, потому что вот, всё искусственное, организм его не усваивает, понимаешь? Клетка его, что такое рак? Это мусорное отходное место, организм устраивает отходное место какое-то, и образуется опухоль или кистал. Он туда, этот мусор, что не усвоивалось туда, сваливает, сваливает. Поэтому у всех это проблема. И оно растёт, этот мусор поступает в организм? Да, и опухоль растёт, конечно. А потом на этом месте, где этот мусор, клетки начинают гнить, ткань начинает гнить. А если они туда залезли, они же берут пункцию, чтобы посмотреть, они её пробили, и вот эта грязь, она попадает в кровь, и всё, и начинается у человека. И через пару недель у него человеком метастазы по всему организму. Если не трогать эту опухоль, он будет с ней жить ещё лет 20. А если только её нарушить, только залезть туда, посмотреть, то труба – дело. Я слышал, знаешь, какую историю, кстати, не знаю, правда, неправда, что вот у чудака одного тоже нашли, ну, рак нашли уже, опухоль этот. И он в этом стрессе, он так рассердился, разозлился, бросил все свои телефоны, всё, выбросил одежду, и в тех шортах побежал. Ну, побежал, ну, просто от стресса, ну, он бегал, и так он бегал, ну, это он именно взял, он устроил там марафон, он бежал куда-то 40 дней, он нихрена не ел, он там попивал какую-то водицу, там у людей просил, бежал, короче, и он так долго, короче, вот он именно проголодал, и ты знаешь, он без этой грязной еды, плюс спорт, плюс потовыделение, блин, он вылечился, ну, не знаю. Правильно, это правда. Я тебе ещё больше расскажу, я встретилась в сауне в Германии, женщина-женщине, 82 года. Ого, в сауне? В сауне, да, бабушка, она в сауне, да, но она выглядела прекрасно, эта бабулька, просто выглядела, лет на 60. И вот она рассказывает девочкам, немкам, знаешь, она, знаешь, попарилась в сауну, потом на улице, это зима была, и она в эту, знаешь, в бассейн с водой, чак холодный, я смотрю, мне холодно, а ей хоть бы что, она опять в сауну. И она рассказывает, когда, говорит, мне было 50 лет, говорит, я почувствовала себя плохо, что-то у меня с кишечником, пришла к врачу, проверилась, и он определил рак кишечника. Сказал, рак толстой кишки, надо оперироваться, её удалять срочно, иначе тратата. Да, я, говорит, пришла, я была в шоке, говорит, конечно, пришла домой, что делать, значит, я думаю, оперироваться я, конечно, не буду, все мои, кто оперировался, говорит, они уже на том свете, оперироваться я не буду, что же я буду делать. Вот, пришла я ещё раз к доктору, говорю, операцию я делать не буду, а что бы вы могли мне посоветовать? Ну, говорит, ну, это ваше дело, вы можете не оперироваться, но я бы вам посоветовала не ходить на солнце, не загорать ни в коем случае, в сауну ни в коем случае не ходить. Вот, ну, старайтесь побольше бить, ну, я больше ничего не могу вам, значит, париться нельзя, горячей воды нельзя, солнца вам нельзя, забудьте про это. Ну, она говорит, хорошо, спасибо. Я, говорит, это, стала читать, что такое рак, позвонила подруге во Францию, она прислала мне книжку, нетрадиционное лечение рака, да, как лечат. А там, наоборот, там, значит, там травы какие-то, овощи, овощи, соки, там, свекольные, с яблочным делать, там, морковку тоже туда, и, в общем-то, поголодать, там, рекомендация идёт, да, вот, ну, я это приняла на вооружение. А потом сижу и думаю, окей, а почему солнце вредно? Если солнце вредное, то, если его не будет, то мы же всё умрём, значит, солнце полезное, ага. А почему сауна вредная, а что делает сауна? Потом читает, сауна – это глубокое очищение, а рак – это глубокое загрязнение. Она говорит, так что ты мне врач такую херню сказал, чтобы я не очищалась, мне наоборот надо очищаться? Это, говорит, я заболела, потому что я давно в отпуске не была, и, говорит, в сауну не ходила, редко хожу. И я стала в сауну ходить без девочки раз в неделю, поехала я в отпуск, говорит, в жаркую страну, в Грецию, на солнце. Говорит, за камни сняла штаны, задницу вверх, чтобы больше туда солнца попадало, ультрахиолет. И говорит, так, овощные соки, ну, такое, говорит, вода и соки, и овощные соки, то есть я там сладкое исключила совсем, сахар. А так всё это, значит, горькое, острое, и соки, да, и овощи, и зелень, и вот это всё. И потом, говорит, на голодание. Я посела на голодуху, поголодала я 40 дней, то есть я зашла в голодание на свекольном соке с морковкой, и, говорит, выход тоже был неделю на этих соках, на овощи, на одной воде. Ну, первую неделю тяжело, потом ты втягиваешься, а потом нормально, только водичку чистую надо было пить, я её замораживала. А, талая вода? Талую воду, да, да, да. И раз в неделю в сауну, в расшлаковках. И вот так вот полгода я это, потом пошла проверилась, никакого рака нет, всё чисто, всё хорошо. И до сих пор я так живу. Вот, а потом, говорит, звонит мне врач, надо прийти от гриппа прививку сделать, вы же болели раком, надо защититься от гриппа. Ну, я его послала, а я его, говорит, спросила, а вы, говорит, себе эту прививку делали? А, свиной грипп был, да, свиного гриппа. Говорит, вы здесь себе прививку делали? Он говорит, нет, и делать не буду. А что тогда мне, говорит, предлагаешь? Ну, вы же старая. Говорит, я не такая уже старая. Я, говорит, с медициной уже не дружу, я себя выкинула с рака. Я себя вылечила, считай, медицина меня вылечила, а я себя вылечила. И с медициной я уже не дружу, всё. И смешно и грешно это называется. Да. И вот, говорит, самое смешное, когда я пришла к врачу, и он мне сказал, что рака нет, всё окей, проверили меня. Он говорит, а что же вы делали? А то, что ты сказал, надо было ему сказать. Спасибо. А я, да. Он говорит, спасибо за ваши советы. Я сделала всё, что вы мне сказали, только с точностью наоборот. Зря она секрет раскрыла козлу. Только с точностью наоборот. Вы мне, говорит, дали наводку, вы мне подсказали, что мне надо делать. Врач от слова врать. И потом она говорит, знаете, девочки, что я вам скажу? Голова нам нужна не для того, чтобы, говорит, шляпку носить, а для того, чтобы думать. И если человек думает, говорит, он никогда не будет болеть и будет долго жить. Мудрая бабушка. Бабушка, молодец. А врач скотина. Женщина, я же, да. И она говорит, я до сих пор, говорит, не ем всё подряд. Я поняла, что в Германии еда очень агрессивна, очень бедна. Я всё покупаю в деревне, там, у крестьян. Я всё это самое, всё сама делаю. Ничего в супермаркете не ем. Я, говорит, пироги сама пеку, если хочу. Фрукты сама, это вот я всё вымачиваю. Я ничего с магазина не покупаю. Я забыла про магазин. Это, говорит, я поняла, говорит, что я забыла. Я ела много с магазина всего. А там, оказывается, столько всего, когда я начала вникать. А что ты ела в Германии? В Германии я ничего не ела. Ну ладно. Уже не на границе, я всё покупала во Франции. А там лучше? Во Франции у крестьян. У крестьян, которые сами выращивают био. У французов, если у них био, они делают био. Вот что надо дать должное. Они к еде относятся очень серьёзно. И если у нас в Германии уже давно не работает общество защиты потребителя, нет лаборатории, которая бы проверила свои продукты питания или никакого санитарного надзора над кофейнями, ресторанами, общепитом, нет, это всё запрещено и закрыто, а то уже давно, то у французов это всё сохранено и оно работает. Офигеть. Да, да. И мы во Франции покупали, смотрели опять-таки. Очень дорого, очень дорого, что могу сказать. Потом у нас два раза в неделю в Келе, маленький город у нас, на центральной площади был рыночек. Ярмарка? Два раза в неделю. Ну да, как ярмарка, ну рынок работал, да. И я там на рыночке, конечно, я с рюкзачком, на рыночек, и я закупалась. Это я делала, да. И в моском магазине я тоже смотрела, что брать опять-таки, да, и всё. И всё можно брать. Короче, в сети супермаркетов ты не ходила, да? Не-не-не-не-не, шипермаркеты. Я даже, честно говоря, не знаю, что там продавалось в последнее время. Я туда даже не заглядывала. Единственное, заглядывала, когда надо вот этот шампунь какой-то купить или вот порошок для стирки. Ну, вот такое, да, там салфетки какие-то надо, там туалетную бумагу. Вот это я, конечно, ходила в наш этот, в нету покупала, да. А так? А так и нет. Так, всё остальное. И самое интересное, что у меня муж вот яйца, да, казалось бы, ну, яйцо, яйцо. А он чувствовал вкус этого яйца. Я покупала, немецкое яйцо он сразу попробует, если хочешь. Понюхает уже не ест. Это яйцо немецкое ты купила. А что, они уже и с яйцами химичат или что? Корм. И химичат, и кормят, да. Ага. То есть, всё зависит, да, всё зависит от кормов, чем кормят животных. И колят же ещё. Потом, и колят, да, да. И там же, знаешь, когда они идут, там же иголочки такие, чик-чик, шприцуют яйца тоже, чтобы они были оранжевые такие, вот, да, жуткие. Короче, ненатурально. И био, да, и био я купила дома. Возьму био. Вот. И опять-таки, био приготовила, он такой, я говорю, это немецкие яйца. Я говорю, что, у них есть свой вкус и запах. Я говорю, это био. Ну, это, говорит, немецкое био. Я говорю, да. Французское имеет другой вкус и запах. Вот, пожалуйста, казалось бы, да. Вот французский он ел, немецкое ни в коем случае. Поэтому и онкологии там столько, да? Да, да, да. Поэтому столько в Германии онкологии. Еда и вода. Вода. Воду мы тоже не могли немецкую пить. Мы покупали только французскую воду. Или ездили с фляжками в этот, в лес к роднику. Но там тоже не всегда вода течет с того родника. В Сан-Тадиль мы ездили. В Сан-Тадиль, это такая вот церковь, крепость, да? Как замок, да, Максан-Тадиль. Ну, и костел там, не знаю. Ну, и там бежит вода. Люди часто ездят туда за водой. Но в последнее время то ли грунтовые воды понизились, то ли что, уже и там не бежало, да. А в Германии все источники, люди тоже, знаешь, старались брать с источника воду. Источники подзакрывали, погрушили все вот эти вот источники воды. Роднички, да? Только магазин. Роднички, да, да, подзакрывали. Ну, так вот. А воду готовят, воду добавляют. И фтор, и флор, и флор, и что хочешь. И даже эту воду, да, якобы очищенную, якобы, да, для питья, но она не та идет. Ты знаешь, ты чувствуешь разницу конкретно. Я говорю, у меня был озонатор, вот кто живет в Германии, я бы посоветовала купить озон-генератор и просто все через озон прогонять. И воду тоже через озон. И тогда ее еще можно пить. Потому что озон ее оживляет. И, видимо, разбивают вот эту вот химию, которая там есть, на простейшие элементы. То есть ты чувствуешь, ну да, озона, это же окислитель. Газ, он окисляет, кислород, окисляет какие-то соединения металла тяжелых или еще чего-то. На всяком случае, вода становилась мягче, ее можно было пить. Да, мы состоим из воды, и если мы пьем эту грязную воду, то это натуре путь к онкологии? Это натуре, да. Она засоряет, она не вымывает, не выводит ничего из организма, как должно быть. Она, наоборот, еще помогает вот этому всему. А вот за пункцию, то, что они ее там растреваживают, вот это ты меня удивила, кстати. Я не думал об этом. Да, пробивают. пробивают они это, и люди, как правило, два-три месяца умирают. После этой пункции. Да. У меня тоже клиентка была, умерла от рака позвоночника. Ого. Рака костей, да. У нее позвоночник просел на 8 сантиметров. Ух, нифига себе, что это она сделала? То есть, ребра стели на таз. А почему так? Руки удвинили. Она работала в лаборатории, в больнице, ну, анализ крови делала, да. Ну, и там, естественно, надо от гепатита В сделать защиту. А вот после этой защиты от гепатита В она слегла. Повлияла на нее? Да, и там заразили ее, видимо, в рак костей. Там, видимо, была не гепатит В, а был другой в ампуле. Заразили ее раком, и она слегла в течение месяца. Через две недели температура у нее 2. Она легла, они взяли кровь на проверку и определили, что у нее рак костей. Предложили ей химию, предложили то, предложили еще что-то. Вот такая история, да. Покет В, прививка. А я говорю, а что ты не отказалась? Она говорит, ну, мы же не можем без прививок работать вот с кровью, тем более. Да. так что, так что, так что. Я просто тебе сказала, что происходит. Откуда столько рака? Да, в Германии много людей, которые это понимают? вот таких, как вы, которые роднички ищут. Роднички ищут, да, не так уж их и много стало. Кто понимает, уже нашел родничок. Уже его смыло. Он моя подруга из Дармштадта она выехала в 2016 году. После того, как я с Эквадора приехала, приехала к ней в гости, когда я вот проучилась в Эквадоре, приехала к ней в гости. Она на меня посмотрела, как я выглядела после Эквадора. Она говорит, так, мы едем на разведку в Уругвай. Они полетели в Уругвай на разведку. А почему в Уругвай? У нее брат в Канаде у него своя ферма, яки выращивает, бизоны и большое поле с пшеницей. Там дом и 11 детей или 10 детей там, братку бактисты они, да? И вот у него у этого брата болела сильная спина. Очень сильно болела и он врачи ему в Канаде сказали, что он почти инвалид, с палочкой надо было говорить. Ему врачи сказали, что нужно сделать микроволновку его засунуть и сваривать позвонки. Когда он сказал про микроволновку сваривать, я говорю, а сколько живых осталось после этой микроволновки? Говорю, Толик, ни в коем случае, он мне подзвонил в Канаде, ни в коем случае, Толик, давай я лучше тебя посмотрю. И он ко мне приехал и прилетел на сеанс и сказал, Толик, у тебя шикарный позвоночник. Я говорю, может тебе климат канадский не подходит? А он в Виннипеге, по-моему, там холодно. Я говорю, может тебе климат не подходит канадский? Он на меня смотрит, говорит, Вика, точно не подходит. у меня в Уругвайе, он, короче, бизнесмен, в Уругвайе купил землю с этими 100 деревьев или 150 деревьев оливков, землю с оливками, да. Он выращивал эти оливковые и с домика. И говорит, вот, я выхожу с самолета в Уругвайе, я, говорит, прошел, я не знаю, говорит, Вика, 100 метров, 200, я забыл, что у меня есть спина. Я, говорит, рыбу там ловлю с ребятами, я и работаю вместе с ними, и все, ну, с местными, да, работниками. И говорит, я забыл, что у меня спина есть, у меня ничего не болит, я ношусь, я живу. Говорит, не поверишь, я сажусь в самолет, я прилетаю в Канаду, я выхожу с самолета, я сделал 10 шагов, острая боль в пояснице, у меня начинается опять боль в спине. Я сажусь в машину, и я уже чувствую, что мне надо вот эти костыли. Опять. Опять боль, опять, говорит, по рукам, по ногам, я ног не чувствую, опять, говорит, я чувствую себя инвалидом. Там, говорит, я бегаю, какой, здоровый, вот я чувствую себя инвалидом. Я говорю, ну, скорее всего, не подходит тебе просто клим, она поменяет Канаду на Уругвай, и все. И Олечка, это его сестра родная, она в 16-м, когда увидела, что я так прекрасно вылежу, в феврале она с дочерью летит в Уругвай. Находят они вот эту иммобилианную компанию, которая, ну, по продаже, в жизни, да, находят им там био-пасеку и дом и 6 гектаров земли. И Оля составляет контракт купли-продажи покупает и все. С выплатой, там, с отсрочкой платежа на полгода. Она с мужем не советуется. Теодор ничего не знает, а Теодор против, у него шикарная работа, у него, да, он, когда хочет, тогда идет, только 8 часов должен отработать, он на весах, там, они контролируют, проверяют, фабрика по производству весов, гирей, и они там электронные весы, они там, ну, на контроле работают, то есть, две с половиной тысяч евро в месяц получают, как бы, работу его устраивают. Все ох и хорошо. И он даже не думал это. Оля прилетает, уже купила дом, уже купила землю, все купила. Она ему еще не говорит. Ну, если я скушаю, да, он говорит, ну, как-то считала, рассказывала. Великолепно. Я так счастлива. Говорит, мы там будем жить. Он говорит, да, ну, у меня работа, не, Оля, я же сказала, мы никуда не приезжаем, у нас есть дети, работа. Как же мы без внука, все. Она говорит, ну, мы же дом выплатили. Говорит, что нас держат-то? Внуки, они внуки, у них есть дети, у них есть папа и папа, захотят к нам приедут. А что бы нам не позвать нормально, нормальные условия? А он говорит, да нет, у меня работа, мне еще до пенсии надо доработать, Оля. Что? Не-не, давай еще, я до пенсии доработаю, потом уже будут, соответственно, его вытаскивает этот контракт, ложит перед ними, говорит, знаешь, мы дорогой, если через полгода мы не заплатим вот эту сумму, мы банкроток. Смотри, какие, мы будем, смотри, какие штрафы, нам придется продать дом, чтобы заплатить эти все штрафы. Вот это именно. Теодор, вот, Теодор, наверное, упал, ему бы было ело, что один парень получил. Ну, ничего, собрался, сказал, Оль, ну, раз ты так решил, ну, что, будем делать так, как ты решила? А Оля говорит, а что мы будем с тобой ждать, когда здесь одни арабы будут жить и турки? Нам, говорит, что здесь дадут пожить? И нашим детям мы уедем, и дети за нами приедут, детям будут. Я купила 6 гектаров земли, каждому ребенку по гектару. Я же подумала о детях. И там вода на этом, то есть у нас будет независимая скважина с водой, и биовода, биопластика, 100 семей. А нет, не 100, 1000, 1000 семей она купила, да. 1000 пчелиных семей, биопатика. Мы будем продавать этот самый мед. А ты, говорит, умеешь, смотри, да, что она, она говорит, ну, я же купила бизнес, там же работники работают. Пусть ими они работают, какая разница, кто у них начальник будет. Мы ничего не меняем, и все остается как есть. Мы только войдем в этот бизнес, и все. И что потом? Ну, они переехали. Они в сентябре, первого, до сентября они продали свой дом, и машину, все, они продали до первого сентября. Первого сентября они выехали с контейнером, с вещами на ПМЖ вот в Ругвай. Только она говорит, зря я мебель все упаковала в контейнерах. Приехали дрова. Лучше бы я ее продала и эти деньги, говорит, здесь купила. Потому что там, ну, в Европе одна мебель, а там такая мебель, она и не использует. Допустим, в шкафе все встроены стены, да. Зачем а шкафы везти, если оно уже вместе с домом продается, да. Ну, в общем, вот такие вот вещи. Так что, а Оля, а людьми она была в истории. Она говорит, мы приехали, у нас же ничего, контейнер не пришел. Соседи пришли, накормили нас, принесли нам еду, помыли нам дом, принесли нам матрасы, принесли нам постель, нас уложили спать. Говорит, Вика, мы не знаем языка. Это вот местное население такое, да. Мы не знаем ничего. Они нам все помогли. Они все поняли, что нам надо, что нам помогли. Они еще прилетели с младшим сыном, Хельмутом, младший сын, с женой, жена беременная была. Вот, и маленький ребенок на руках, два годика, два с половиной годика ребенку, во втором она беременна и Хельмута. То есть, в общем, люди помогли, пришли, все делали, познакомились с ними. Снова. А сейчас они купили, вот, говорит, вся церковь теперь к ним туда. Переезжают. 173 гектара земли купили. Ничего себе. Они сейчас провернули бизнес, они купили 173 гектара земли. Оля, да, и сейчас, говорит, наши церкви приезжают, у них уже есть земля, у них, то есть, мы уже их встречаем, уже все нормально. Уругвайцеву местных купили. Они там и церковь сделали, и в Силой Йоргене. Ну, счастливы они там? Абсолютно счастливы, надувольны, то что. Ну, при...